МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства, которые привели к трагедии. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по пункту В, ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека, контролируется Вышневолодской межрайонной прокуратурой». Ночью 21 июля поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Вышково Лихославского муниципального округа. Спустя 20 минут пожарным удалось локализовать возгорание. На полную ликвидацию пожара ушло несколько часов. На месте обнаружен погибший человек. Что стало причиной возгорания устанавливается. С огнем боролись огнеборцы пожарно-спасательной части номер 38. За период с 15 по 21 июля 2024 года на территории Верхневолжья сотрудниками МЧС России ликвидировано 55 пожаров, в которых, к сожалению, погибло 2 человека. Хотелось бы отметить возгорание лесной постилки в Вышневолодском городском округе, к ликвидации которого привлекалось 27 человек и 9 единиц техники. В том числе от МЧС России 10 человек и 3 единицы техники. Возгорание было оперативно ликвидировано. Причина пожара устанавливается. Главное управление МЧС России Патрестской области напоминает, что на территории Верхневолжья действует особый противопожарный режим, который вводит запрет на разжигание костров в лесах. Также за отчетный период пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 18 человек. За неделю зарегистрировано 4 происшествия на воде, в которых погибло 4 человека. Главное управление напоминает, купаться можно только в специально оборудованных местах. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов. Не заходите в воду в нетрезвом состоянии. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните в Единую службу спасения по телефону 01 сотовых 101-112. Телефон доверия Главного управления МЧС России Патрестской области 848-22-39-99-99. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии Патрестской области обеспечили правопорядок и общественную безопасность во время посещения Твери патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Это произошло 21 июля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение Спаса Преображенского собора и присвоил ему статус кафедрального. Мероприятие посетило более полутора тысяч человек. Перед началом проведения мероприятий помещения собора и прилегающих территорий обследованы и проверены инженерами досмотровой группы ОМОН БАРС. С личным составом ведомства проведены инструктажи. В том числе о соблюдении ограничительных мер и оказании необходимой помощи обратившихся граждан в рамках предусмотренных полномочий. Сотрудники обеспечили контрольно-пропускной режим. Маршруты экипажа вневедорственной охраны приближены к месту проведения мероприятия. Безопасность граждан, в том числе со стороны акватории, обеспечили более 100 росгвардейцев.